Нет такого человека, который бы не обращался в медицинские учреждения. Служба скорой помощи всегда востребована и находится на переднем крае борьбы за здоровье граждан. И для сотрудников службы их работа давно уже стала настоящей жизненной необходимостью. Более подробно об этом в нашем следующем репортаже. Скорая помощь – это передовая медицины, где каждый день на страже жизни и здоровья стоят те, кого не принято называть героями. Их труд со стороны нередко кажется чудом, но для них самих это привычная ежедневная работа. Им нельзя сработать в полсилы и отложить что-то на завтра, ведь на кону самое дорогое – человеческие жизни. В отделении скорой помощи Славянской центральной районной больницы деловая, рабочая атмосфера. К счастью, не так много случаев в общем потоке тяжелых, опасных для жизни, но именно они являются проверкой для профессионалов. К счастью, такие вызова достаточно редкие. Взять те же самые ДТП и тяжелые угрожающие жизни состояния. На расстоянии не всегда видно, что мы увидим по факту. Поэтому мы уезжаем на большинство всех заявок, всех вызовов, которые к нам поступают. Обслуживаем все. Нагрузка достаточно высокая. Ну, как всегда, единственный недостаток, который у нас был всегда вечный, к сожалению, трудноискоренимый – это дефицит кадров, поэтому и нагрузка большая. Поэтому и люди здесь все, которые работают, это даже, что называется, волею судьбы – это герои. Потому что их труд, их жизнь – это подвиг постоянный. Потому что работают они за двоих. Самоотверженный труд по спасению жизни заслуживает самых добрых слов. И особенно приятно, когда славянцы благодарят от души. О них люди написали благодарственные письма совершенно недавно в адрес скорой помощи. Доктор, который оказал оперативно, грамотно, профессионально, где-то с элементом смелости, даже, может быть, риска, помощь так, что состояние, угрожающее жизни, пароксизм аритмии, упорной, плохо снимаюсь, они сняли. То есть люди тоже, наверное, зря письма не напишут. Вот этот доктор, он как живой. Михаил Артамонов не сразу попал на службу в скорую. После получения диплома Кемеровского мединститута работал педиатром. Врачом отделения скорой медицинской помощи стал в Славянске-на-Кубани. Это было 30 лет назад. И с тех пор ни разу не пожалел о своем выборе. Но появляется чувство глубокого удовлетворения и гордости за сохранную жизнь. А особенно, когда кто-то подходит на улице. Я же не помню ни фамилию, ни имя. Лицо только смутное. И говорят, спасибо, доктор. Наша задача – ранняя диагностика, хорошая диагностика, полноценное оказание помощи на догоспитальном этапе. И как можно более быстрая доставка к следующему этапу помощи. Статсанар. И самые тяжелые ситуации не смогли уменьшить его любовь к своей профессии. Ведь спасенных жизней так много. И это дает силу работать дальше, будучи уверенным в том, что ты приносишь реальную пользу. И еще очень многое зависит от водителя. Когда скорая помощь летит по дороге и все пропускают ее, счет часто идет не на минуты, на секунды. Николай Микоткин – отличный водитель. И когда нужно, он сработает на все 100, не подведет. Вообще, они у нас все умеют быстро ездить. Они у нас все очень квалифицированные. Ну, просто вот последний был указан он. Потому что он за 38 минут долетел до Краснодара. Я говорю буквально, в прямом смысле, долетел. Потому что доехать за такое время туда очень сложно. Ну, есть у нас, конечно, специальные средства, сигнализация и так далее. Но, тем не менее. Разумеется, это сыграло большую роль и в спасении жизни, и в спасении здоровья человека, которого он доставлял до Краснодарской доспециализированной больницы. Для Николая самое главное, что ему очень нравится работать в экстремальных ситуациях. Ему по душе, что его труд важен. Словом, это человек на своем месте. Ты в первую очередь думаешь не о том, быстро довезти человека туда. Ну, это тоже как бы фактор такой. А довезти всех в целости и сохранности. Это в первую очередь. Потому что от меня зависит не только моя жизнь, а в машине находятся как минимум 3-4 человека, за которых я несу в данный момент ответственность. В принципе, люди у нас сознательные, как бы громкоговоритель просишь, они выступают дорогу, и, соответственно, как бы приезжаем из-за этого так быстро. Свою работу все они зачастую называют образом жизни. Большая любовь к людям и к профессии помогают в труде. Сотрудники отделения скорой медицинской помощи это большие труженики и настоящие профессионалы. Это мои коллеги. Вот эти вот терпеливые, эти мужественные, эти героические люди. Я просто прихожу сюда, и вместо каких-то стрессовых состояний я испытываю удовольствие от своей работы, потому что я нахожусь рядом с ними постоянно. Я в них уверен, я в них верю. Я знаю, что плечом к плечу мы пройдем любые преграды. Да, в них все верят и убеждены, что после фразы «Ждите, сейчас будем» медицинские работники устремятся по адресу, где их ждут и прибудут вовремя. В приоритете всегда вызов, где существует непосредственная угроза жизни пациента. Для ее спасения и работает, как часы, наша скорая помощь.